Ну, я много прочитал книг. Это, получается, старый перевод, потом есть Синодальный, Архимандридов Макария. Вот такие вот Библии на несколько раз прочитал, да. Ну, у нас-то перевод Синодальный. Макарий тут не всё переводил. Павский Герасим Петрович, Хвольцин Данил Абрамович. То есть это самые сильные были переводчики. А Макарий много добра сделал. Он как раз алтайский, глухарев. Так, я хотел спросить, а какой конфессии вы принадлежите? Так, подождите. Микрофон далеко от вас. Прямо до того плохо слышно. Я говорю, так меня слышно? Слышно. Только никуда не убирайте микрофон. Возьмите его в руки, чтобы хорошо слышно было. Я говорю, вы какой конфессии принадлежите? А откуда вы это слово взяли, конфессия-то? Где вы его высчитали? Конфессия. Вы знаете, я когда-то учился, но, как сказать, поступил, хотел быть историком, и мне почему-то понравилась тема религии, религиовед. По сути, да, если вы со мной согласны... Давайте мы начнём с того, что меня зовут Никита. Я вам скажу, что это придумал сатана два слова. Конфессия, динаминация, и под ними слово ересь скрыто. Надо спрашивать, не какой конфессии, а какой ереси принадлежишь. Потому что церковь святая православная. К церкви относятся католики, православные, григоряне, армяне, копты и сирцы. Всё. А за этим, за этой гранью, ересь, сектанты. Мы принадлежим к святой православной церкви. Ну, хорошо. Ну, вот смотрите, да? Вы не сказали, как вас зовут? Игнатий Лапкин, город Барнаул, Алтайский край. О, хорошо, в Барнауле я был. А я в Хакасии, с Абакана. С Абакана-то подальше. В Абакане мой работает, как духовно сказать, у меня обратился, преподаватель Томского университета. Там есть храм такой Константина и Елены. Вот он там служит. Он доктор богословия, фаст, отец Геннадий. Ну, слышал о таком, да. Да. Это очень, очень грамотный человек. Он тут закончил семинарию, принял православие, немец. В моём доме он обратился от проповеди. Вот я хотел вам задать такой вопрос, да? Да. Вот смотрите, ведь православная церковь, это же христианская, так? Конечно. Вот. А получается, православие – это правослово, так? Нет, правильно славить. Не слово, не правослово, а православие. А правильно славить, так? Да. То есть отца и сына и святого духа. Вот православие. Слава отцу и сыну и святому духу. Три единого бога признаём. Всё. В этом всё православие. Это получается Иисус, святой дух и... Отец небесный. И Отец небесный. Да, это не три бога, это один бог, он в трёх лицах. Да, я ничего не говорю, я с вами не спорю. Тогда мне скажите так, как может быть Иисус Христос, он же сын бога? Да. А как тогда сын бога может быть богом? Да нам только принять надо. Понимаете, эти выражения приблизительные, антропоморфизм называется, приблизительные к человечеству. Всё это не так. Нам, чтобы как-то понять. И вот это учение о троице, его восемь веков устанавливали, пока наконец договорились. Единосущная, нераздельная троица. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Но Он же и Сын, и Сын Вечности. Как? Это никак нельзя понять. А у Тобиевич троица? Это строится на вере. Написано, мы не знающие называемся, а верующие. Тогда смотрите, Иисус Христос, Он же был иудеем же? Да. Папа плоти. Вот, значит, получается, когда все говорят, патриархи, что наша церковь, это русская, значит, это не русская церковь, потому что Иисус был иудейский, значит, иудейская церковь. А русичи, славяне, они все были идолопоклонниками. Перуны, дожди, значит, получается, они неправильно ведут догму патриархии? Нет, понимаете, надо понять, что церковь-то происхождение оттуда, а дальше мы принимаем не от них, а от греков, греческая церковь. А греческая, русская, финляндская есть, румынская православная церковь, польская. Название-то РПЦ, русская. Иудей идет из иудеев. Да, корень идет оттуда. Вот, вы видите, вы первый человек, кто со мной согласился. А еще не согласился. Вот, а я когда подошел к батюшке Рустику Мишнецком, это в Иркутске, он мне не ответил на этот вопрос, и он мне сказал, сын мой, нам тайно это неизвестно. Ну, это же глупо не ответить на такой легкий вопрос. Вот вы, да, человек образованный, вы мне ответили. Ну, что тут опять? Господь Христос, Евангелие от Матфея, 16 глава, 18 стих говорит, создам церковь, и врата они одолеют ее. И он ее создал. Где? Вторая глава Деяния апостолов и десятая. В горнице. И в доме Корнили для язычников две половинки дверей открылись. И она одна. А сектанты где они? Они любые. Баптисты в 1639 году, первая община, в 17 столетии. Лютер в 1517 году прибил там свои 95 тезисов. А что, Христос в нос данного церковь образовывал? Они не церковь. Это секта, ересь. А почему? Потому что у них нет епископата. Благодать передается через возложение рук. А у них этого нету. Они еретики. Ага. Спасибо за ваше мнение, но я хотел спросить еще. Вот смотрите. Библия это слово Бога, так? Да. Священное Писание. Три названия у него. Значит, вот как говорит Патриарх, да, что слово Бога должно помочь нам в жизни, да? Только так. Но Библия, Библия это же фундамент для жизни со слов законов и принципов. Вы согласны с Жестом? Абсолютно. Вот. Значит, получается, законы, которые раньше соблюдали израильтяне, Моисеевские законы соблюдали, а сейчас мы соблюдаем, что нам лучше всего соблюдать? Закон или принцип? Новый Завет. Новый Завет. А потом законы. Новый Завет. Господь говорит, творю все новое. Ветхий Завет был детоводителем, нянькой. Пока человек возрастет. И он возрос. Вот сейчас я только зашел в этот чат, и меня спрашивают, а каково ваше мнение о событиях в Екатеринбурге? А я говорю, пять минут назад я ролик выставил про это. Я говорю, все на основании Библии, рассматриваю совершенно по-другому. Там отзывов, там тысячи, но такого отзыва нету. Почему они не знают, о чем говорят? Я ссылаюсь на Библию и говорю. И ролик взял. Есть такой атеист один, Невзороб Александр Глебович. Знаю такого. Да. И я его взял и тут и вставил, там, две минуты. И он говорит правильно. Так он же атеист, он безбожник. Не надо так. Через него Господь сказал. Я говорю, вы не понимаете. Вы позовите, чтобы он вам высказал ваши мерзости-то. Ну вот видите, вы все правильно говорите. А вот как вы думаете, да? Правительство должно участвовать в христианской церкви, в служении? Я считаю, что политика, это все идет от рук дьявола. Согласитесь же со мной? Нет. Что святое место никак не должно символизироваться с политикой. Согласитесь? Понятно так. Но что такое политика? Владимир Ильич Ленин говорит, политика это умение управлять государством. Я беру это самое большое. Умение управлять регионом, умение управлять городом, домом, семьей, самим собою. Вот она политика. От бесконечно большого к бесконечно малому. Да, отчасти я с вами соглашусь. Но вы знаете, вот мне непонятно одного, что когда в Библии написано 10 заповедей, да? Не прелюбодействуй, не укради, не желай женщине ближнего своего, не убей, не укради, да? Это все понятно. 10 заповедей. Тогда почему тогда вот патриархи, да, допустим, православие на Украине освящают оружие? Мне это непонятно. Если единственный Бог говорит, сын мой не убей, а патриарх идет в священнослужитель и освящает оружие, тем самым он противоречит своей догме вероисповедания, что он освящает оружие Святым Духом и благословляет во имя Отца и Сына Святого Духа то оружие, которое будет убивать детей Божьих. Ну это же какая-то галиматья, согласитесь же? Так как вас звать? Меня зовут Никита. Никита. Аминь. Аминь. Вот совершенно верно, согласитесь? Абсолютно. Абсолютно. Я говорю, наисвечейший отец. Я говорю, а почему вы так себя ведете? А знаете, на что он мне сказал? Сын мой, я зарабатываю так, как могу, это мой хлеб. Представляете? Но это получается, вы прикрываетесь верой. На них не надо говорить. Он ответит за себя. Он за себя и за меня ответит. А я за него отвечать не буду. Он руководитель. Да, подал дурной пример. Вы его повторяете. А он даже, может, и не знает. И он будет умирать. Господи, прости и вразуми его. Он несчастный человек. Я не священник. С меня спрос другой. Мне не давали работать. Я работал печником, стройка, я строитель. И с меня спрашивают за печи, которые я делал, дымят или не дымят. А ты отвечаешь за души. И он за то, он говорит, если одна душа погибнет по твоей небрежности, о священник, тебе не хватит всей жизни рассчитаться за нее. А их не одна, их миллионы гибнет из-за дурной жизни попов. Вот представляете, дурная, вот тоже я самое, знаете, вот Ватикан же у нас же отдельное государство, так? А вот когда вот у них, помните, я не помню, какой это год был, педофилия была, что они насиловали маленьких детей, мальчиков. На что Папа Римский, представляете, как сказал? Не знаю. За это я не подписываюсь тут. Мало ли еще скажут. Он сказал в прямом эфире, что у каждого свои грехи, мы понесем за каждый грех ответственность, и они понесут за свой грех. Так, извините, это уголовное наказание. Не знаю, не знаю, не знаю. Я тут не подсосусь, суседиться не буду. Я не знаю. Мне трудно поверить, что такое... Сейчас это Содом и Гамора. Да, Содом и Гамора. Вот как рулетка эта. Да? Содом и Гамора только, знаете, с ангелами совокупиться и все. А прям открыто тут совокупляются. Прямо открыто. Кадры по такие есть. Но Бог меня спросит не за это, а за меня. И я предупредил, сказал, вы погибнете, в аду будете мучиться. Я всем сказал это. Потому что у пророка из Икеиля 3 глава 18 стих говорится. Если ты виделся грешающим брата и не предупредил его, он погибнет, а его кровь я взыщу с твоей головы. Но если ты его предупредил, а он не послушал, он погибнет, кровь его на его голове, а ты спас свою душу. А не так. Я сижу с краю, ничего не знаю. Не пойдет так. Мы обязаны... Моя хата с краю. Да. Вы очень грамотный человек. Очень грамотный. Мне с вами приятно общаться. Так, если у вас будет желание зайти на наш Ютуб, называется «Восвете Библии» Игнатий Лапкин. У нас 15 300 роликов. 15 тысяч. Мы с нуля строим православную деревню. Вот если вы зайдете на Ютубе, вы увидите, вот первое, это у меня про Екатеринбург ролик, я только что поставил. Если зайдете на сайт, сайт также называется «Восвете Библии», но через Гугл зайти, не на Ютубе. Там все мои 38 томов книг. Три государственных фильма о нас сняты. Не просто фильмы, а занявшие первое место на международном киноконкурсе. И второй фильм первое место в России. О моей биографии. А как вы относитесь к евангелистам, которые у них тюремное служение, они исповедуют? Ну, кто они? Надо узнать. Бывает и священники это делают. Если они сектанты, еретики, ну, такими остаются. Нет, ну, у них как, знаете, у них называется «Церковь краеугольный камень». Ну, церковь краеугольный, это Христос краеугольный камень. Зачем говорить? Да, но я не знаю, кто они там. Баптисты, евангелисты, адвентисты, молокеры, пиларионовцы. Я не знаю, кто они. Это у них названий таких сегодня 21 тысяча разных. Да. У меня тут вот, я сижу, тут один такой молочник есть, Джастас Уолкер. Американец приехал тут, разводит хозяйство. Да, и мы беседуем. У нас 20 тысяч в Америке только. А сам еретик. Да. А как вы относитесь к такой религии, как к свидетели Яковы? Знаете, для нас они даже не христиане. Бывают сектанты, еретики, они даже к ним не относятся. Это совершенно другие. Они Библию отвергли, но всемирный новый перевод. Я сидел с ними вместе в лагере. У них как? У них написано, что это перевод нового мира. Просто я не могу, знаете, чего понять. Вот смотрите, они говорят, что они экстремисты, так? Но их религия почему-то не исповедует ислам. А когда война была в Чечне, и сейчас уже в Афганистане на протяжении 40 лет, да, 76-го года, ну сейчас 44 года прошло, а ислам исповедует экстремизм. Они убивают. А вот я, допустим, да... А кто убивает? Кто убивает? Свидетели Иегова убивают? Да, они говорят, что они распространяют экстремизм. А в чем заключается их экстремизм? Нет, нет. Вот когда их запретили сейчас, по закону провели, что они вне закона, я везде сразу дал отчет в интернете. Это неправильно. Они первые, мы за ними пойдем. Это не теократическое государство. Для государя, батюшки, мы все одинаковы должны быть. Они хорошие семьи имеют, хорошо работают. Но они еретики, но к делу это не относится. А они, вот смотрите, была задача у Гитлера, истребляли евреев, цыган и бибельфоршеров, свидетели Иегова, бибельфоршеры. Так самый малый процент погибших было у них. И Сталина их гнал. Не Гитлера, не Сталина нет, они живые. Я с ними сидел в лагере, в лагере сидел. Хорошие ребята. Я почему вам так говорю, потому что я имел дело с ними, со свидетелями. Я как бы изучал 6 лет, ну и как бы знаете, сейчас я просто верующий, да. Но я вот почему-то анализирую, что происходит в мире, да. Вот сейчас нападать на свидетелей, так. Как потом начнут нападать... Вот сегодня храм патриарха Кирилла закидали чем-то яйцами, что ли, тухлыми. Это о чем говорит? Что идет полная катастрофа, как говорят, ну конец света. Ну это, конечно, не конец света, но это предзнаменование, да. Да. Я вот с этим согласен, что какую-то ересь, да, там, вот допустим, ислам, да. Почему-то ислам не закроют, да, потому что, наверное, религия 4 века. Ну давайте мы будем закрывать... Нет, не с четвертого, не с четвертого, не с четвертого, с седьмого. А, ну с седьмого... Их руководитель, Мухаммад, умер в 632 году. Ну вот смотрите, давайте тогда так. Если мы уже закроем свидетелей Иеговы, да, начали уже закрывать, давайте тогда уже и будем всех баптистов, евангелистов, адвентистов закрывать, да. А не так только нападение на одну религию. Да. Я вот это не могу понять. Везде, везде в Европе, везде, даже в той же самой Украине. И можно говорить Божье слово. Они тем самым, да, вот как вы, они проповедуют. Они хотят спасти ближнего каждого из нас. Согласитесь? Да. Вот. Где здесь экстремизм, я не могу понять. Я вот этого не могу понять. Ну я об этом в интернете говорил, так они, иеговисты, там вокруг меня. Надо же, Бог православным открывает о нас. А у русских-то слово Иегова скрыто даже. А у меня только... У них не то, что скрыто, там говорят, что сейчас везде. Но я, вы знаете, я был в Берлине, и у них тетраграматом, слово Иегова, переводится как ЕХВХ, либо ЯХВИ. Ну да. Там Господь Саваоф. Да, это Феофан Затворник об этом говорит. Вот, вот видите. Поэтому, ну как бы я, не то, что там прям, знаете, умная голова, но я в этом разбираюсь. Потому что мне это очень, как бы, по душе. Если мне что-то надо, я начинаю рыскать, искать, да, допустим. Я вот считаю, как вы думаете, отойдем от этой темы политики и религии. И как вы думаете, Иисус Христос знал, что Иуда Искариот должен был его предать? Так он так и сказал. Один из вас, говорит, Сатана предаст меня. Сатаной назвал. Один из вас дьявол. Да. И вот представляете, да, почему вот он, как бы, когда вот пришел он, да, в Гефсиманском сладу, там были вот эти фарисеи, да, саддуки и фарисеи, когда они ему сказали, 30 серебряников, да, почему вот так вот поступил? Да потому что, видимо, они не ценили жизнь Иисуса, да, человеческую жизнь, что сына человеческого оценили в 30 серебряников. Представляете, да? Дело-то тут, маленько это, надо сказать, чудо Божие. О Христе около 300 пророчеств Ветхого Завета, как специалисты говорят. И они все должны были буквально исполниться. И все время в каждом государстве бывает инфляция, дефолты там разные. Но стоимость раба остановилась на месте. И стояла на одном месте 500 лет не двигалась. Это пророк Захария предсказал. И если бы и заплатили 31 серебряник, это был бы не Христос. 29 не Христос. И как только 30 серебряников он взял в руки, завтра цена раба пошла вверх. Почему? Пророчество должно было исполниться. Буквально. Вот еще чудо-то какое. Ну вот и понимаете, ведь когда привели его, там кто-то говорит крест, кто-то говорит стол к мучению. Но если брать из еврейского писания, от Понтия Пилата, но это не тот Понтия Пилат, который был, когда вот помните, Иисуса впустили, да, и он говорит, я не помню, кто же он сказал, ведь ты же типа царем себя называешь, и он же ему сказал, ведь это же не я сказал, что я царь, а ты сказал. Было же такое? Когда Каяфа первосвященник, Каяфа. Каяфа, да-да-да, когда он сказал, что типа, и вот когда Понтия Пилат вывел, да, между Иисусом, Сыном Божьим, и между вот этим вот, как его, поразили там высоким убийцей, да, народ кого выбрал? Ну да. Убийцу. Народ выбрал убийцу. Это о чем говорит? Что две тысячи лет назад тому было так, и сейчас ничего не изменилось. Ничего. Как люди были грешными, так они грешными и погибнут. Сейчас стали разбираться, только в самом высоком органе в Думе государственной, сколько человек, которые с уголовным прошлым. И они как будут, какими мыслями они двигаются, какие интересы лоббируют. Вам показать, какая у меня есть Библия? Очень старинная. Давайте, покажите. Сейчас я вам покажу. Так. Подождите, сейчас я настрою камеру. Вот такая вот. Так, минутку, подождите. Так, сейчас я не вижу. Что там написано? Это на этом. Я не могу прочитать. Оно что-то скрадывает. Написано на латинском. На латынском? На латынском? Да. Ну, может быть так. Может быть так. Может быть. Видишь, какой переплет дорогой у вас. Да, ну, вы знаете, это мне... У меня друг, он живет в Австрии. А-а-а. В Австрии живет, да. И он в музее работает, представляете? И он такой говорит, выкидывали Библии. Он говорит, а я знаю, что... Ну, я коллекционирую Библии. Очень-то, старого формата. И он говорит, я тебе пришлю. И он мне прислал. У меня Библии были, кажется, на 13 языках. Вот. Вы уже, получается, уже почти... Ну, сколько вы уже лет в вере? 56. Я в 23 года уверовал. С детства я верил. Я родился в старообрядческой семье. Страхе Божьем. Господь сохранил меня. Я за всю жизнь ни одного матерка не сказал. Мы знали, нельзя. Ни в пионерах, нигде. От женщин меня Бог спас. И поэтому... Сейчас мне 80 лет. Это, получается, вы совершили завет соглашения, да? Да. В 23 года я обратился к Богу сознательно, работая на корабле. И наутро меня уже все знали. Все в флотиле кораблей знали, что я сошел с ума. Ничего себе. Ну, вы даете. А вот если вы зарядите наш канал, во свете Библии, Игнатий Лапкин, на наш канал выйдете, а там есть один ролик, называется «52 года в пути», Венспилс. И вы будете, я не знаю, как вы, но кто бы ни смотрел его, плащут все. Я приехал на то место, где обратился, а там никого нету, и я книги подарил той организации. И там упал на землю и плакал, молился. Когда мы в миссионерской поездке были. Ничего себе. Это, получается, вы были политзаключенным ГУЛАГа. Да, ГУЛАГа. Политзаключенным. Вот так. Это было последний раз в 86-м году посудили. При Горбачеве. В тот момент дали 10 лет, 8 лет. Меня 26 лет терзали всякими разными способами. И в морозилке держали, и накачивали, и психиатрия еще только не было. И ничего не могли сделать. Бог спас меня. Ничего себе. Да. И все это, если вы зайдете на наш сайт, то там мои книги. И одна книга на первой обложке называется «Для слова Божия нет уз». Там она из одних документов. Как меня судили, как тайно записали процесс, потом отослали в Париж. Газета пришла, напечатала. И все это перепечатали, в книге у меня есть. Дословно. Что прокурор говорит, что я говорю, что судья. Ничего себе. Да. Вам было интересно это. Вы только зашли бы. «Восвете Библия» называется. Я обязательно, обязательно зайду. И вы знаете, я в Барнауле буду в июле месяце. Этого года. Да. Я пойду к друзьям. Я бы хотел бы лично с вами. Так у меня не будет здесь. Мы летом в деревню уезжаем. Мы деревню православную строим с нуля. Да вы что? А где строите? Можно даже приехать посмотреть? А вы курите? А вы курите? Я не курю, не пью, не переживайте. Я болею диабетом 8 лет. Ну так. У вас паспорта есть, конечно. Приедете. Я могу вам дать приехать. На сколько дней? Ну конечно, и паспорт есть, и все. На сколько дней хотели приехать? Ну в Барнаул я на месяц приеду. Ну вот тут надо с кем-то, чтобы на своей машине приехали. А я на своей? А вы запомните, в скайпе я один, Игнатий Лапкин. Вы на меня запомните, и вы зайдете, я вам скину маршрутку дам. Хорошо. Геннадий Лапкин, да? Да. В скайпе, в скайпе. А в скайпе я сразу вам скину тогда. Зайдите завтра. Перед тем, как вам добавится, я буду подписан Никита. Никита. А у меня Никита этих не один, а несколько. Ну вы увидите грузинский флаг. Я не знаю. У меня подписчиков немного, 37 тысяч. А просмотров 35 миллионов. Обалдеть. Так это не просто люди, которые ново обращаются. От того, что я проповедник, и они, бывает, мусульмане крестятся, евреи. Бог дал мне эту власть. Я вот был в тюрьме, там, как считают, не только сотни, а может, тысячи людей обратились. Я молился, а их Господь побуждает. Это не мое. Тут ничего этого нету. Это нельзя сказать даже. Вот у меня четыре книги, это в электронной версии, по 800 страниц стихи. Одни стихи. Три тысячи четыреста шестьдесят семь стихотворений, по девять куплетов. Обалдеть. Обалдеть. Но что самое главное, что интересно. Черновики. И это, вот пачка продается, бумагу печатную, которая на машинке. 500 листов. Семь пачек. Все исписаны сверху донизу, и ни одной по марке нету. С чистого листа пишется. А вы можете что-нибудь зачитать, если вам не сложно? Просчитать могу. Просчитайте, пожалуйста. Ну, я такое стихотворение, написал его на музыку. У меня где-то 86 стихотворений на музыку положено, исполняется. Только вы случайно быстро не уходите от меня, не заденьте там мышку. Нет, нет, я здесь рядышком, не переживайте. Так, пример к себе своим воображением все то, что прочитал или услышал. Для снайпера сегодня я мишенью. Всем хищникам меня Бог сделал мышкой. Ни час, ни сутки, но сплошная жизнь. На выходе и в ходе за обедом стреляют точно в лоб и давят только вниз. Задача выжить и ни одной победы. Хотя, как знать, когда я ускользну, петля и яд меня не захватили. Враг не достал и стратил всю казну. Уверенность пожел в истерике, в бессилии. Их измотало. В горных перевалах там след моей ступни не раз петлял. По шахтам, гротам, по лагам, отвалам исследуют следы. О ком я насчитал? Мой бег, мое убежище с Давидом. За мною Довик, бешеный Саул. Они разведали, что имя Мьёта, Криды, а штаб-квартиры избран Барнаул. Я с Моисеем на своей вершине в последний раз гляжу из-под руки. Враги с собаками, с биноклями в машине. Мой след вынюхивает у кустов реки. Моя погоня, гнались до упаду. Я отошел, не досягаем вам. Прощай, земля, азарт, закон ограда. Мой труд следы, считайте по слогам. Я успевал на каждом повороте засеять поле, застолбить межу. Со златоустом путь житийный пройден. С той стороны земли на всё гляжу. От души. Я поздравляю вас. Мне очень понравились ваши стихи. Особенно про Саула. Когда Бог назначил Давида царём, как Саул возглавил. Конечно. Его обидело. Я про это и говорю как раз. Да. Мне очень понравилось, что вы тут и власть описали, и смешали с Библией. Вообще супер. Я ещё такие стихи не слышал. Я был моряком. Вот такое ещё стихотворение. Несколько куплетов прочитаю. Рыбацкая шхуна с волнами боролась. Стремительно крен возрастал. Сметение росло. Но раздался вдруг голос. И всех на молитву призвал. Волна через корпус не раз пробегала. Был лопасти виден плавник. Как туша убитого кем-то финвала. Корабль под ударами сник. Остались минуты. А дальше развязка. Объятие холодной волны. Над пропастью мглы с ледяной повязкой. О чём бы подумали мы? Наверное, лица родных и знакомых мелькнут в феерическом сне. Игорь! Здрасте!